На телеканале Юганск новости здравствуйте в студии на Новикова и коротко о главных событиях вторника. Температура наружного воздуха влияет на прямую, на работу котельных и на выработку тепловой энергии. Дорогой ресурс. Чем ниже температура за окном, тем выше цифра в коммунальных счетах. Не знаем, как утилизировать. Мы никуда их пока не девали. Просто коллекционируете. Что делать с энергосберегающими лампами, если они отслужили свое? Нефтеюганцы не знают, где принимают этот опасный мусор. Мы будем оставлять работу с жилищно-строительным надзором ориентировочно апрель-май месяц. Когда откроют родильный дом и как будет решена проблема обеспечения льготников лекарствами? Эти вопросы обсудили сегодня депутаты. Многие нефтеюганцы на днях испытали не самые приятные эмоции, когда обнаружили в своих почтовых ящиках коммунальные счета за январь. Цифра в графе и того существенно отличалась от декабрьской. А все из-за того, что плата за отопление увеличилась примерно на треть. Что влияет на коммунальные начисления, из чего они складываются и насколько справедливы? Об этом в следующем репортаже. В каждом доме есть вот такая потайная дверь, которая ведет в святая святых, к узлу учета тепловой энергии. Отсюда поступает информация, сколько тот или иной дом потребляет ценного ресурса. Вот мы сейчас смотрим, значит, отчет по жилому дому 5,8-то. Значит, вот показывается, всего на дом ушло за январь месяц, зачетный период, 132, я уже не буду говорить соты, там тысячные, екокалории. Чтобы увидеть, какой объем тепла или воды расходовал многоквартирник, директору ЖЭУ не нужно спускаться в подвал. Достаточно включить компьютер. Специальная программа дает полную картину даже за конкретный день или час. Однако самые современные технологии не могут в одночасье преодолеть наших стереотипов. Один из которых заключается в том, что мы привыкли из месяца в месяц платить за ЖЭУ одинаковую сумму. Вероятно, это дает ощущение стабильности. Вот я оплачивала в январе 2016-го 2,751. Теперь вот сегодня я оплатила, смотрите, отопление, смотрите, вот отопление. Я оплатила 3,809. Вот, конечно, я возмутилась. Таких обескураженных и недовольных жителей в офисах управляющих организаций еще достаточно. Хотя и гораздо меньше, чем было год назад, когда мы только начинали платить по приборам учета. Большинство горожан внимательно изучают счета и уже поняли, что за тепло мы платим только с сентября по май. И чем ниже температура за окном, тем выше будет цифра в квитанции. Возьмем даже декабрь, январь, да, вот как бы два месяца. Цена одна, но гигакалории тепла одинаковые. Что в декабре было, что в январе, скажем так. Но потребление в январе, я и по реализации, я вижу, что да, существенная разница, скажем так. Естественно, январь был холоднее месяцев. Вот здесь, в Котельной, получают ресурс, благодаря которому наш северный город живет, и мы уютно чувствуем себя в своих квартирах даже в самые лютые морозы. По данным Росгидрометцентра, средняя температура в декабре составила минус 15 градусов, а в январе минус 22. В соответствии с этим город потребил теплоэнергии почти на 30% больше. Температура наружного воздуха влияет напрямую на работу котельных и на выработку тепловой энергии. Мы работаем по температурному графику. Допустим, сейчас при температуре наружного воздуха минус 7 градусов, мы выдаем на город 75 градусов. Стоимость услуги для конкретного собственника рассчитывается следующим образом. Объем тепла, который показал общедомовой счетчик, делится на площадь жилых и нежилых, если в доме есть магазин, помещений. Чердаки и подвалы не считаются. Полученная сумма умножается на площадь вашей квартиры и на тариф. Общедомовых нужд по теплу нет. Цена одной гигакалории на сегодня составляет 1474 рубля 45 копеек. Это на 112 рублей или на 6,5% больше, чем было до повышения. Напомним, региональная служба по тарифам увеличивает стоимость ресурсов только один раз в год, 1 июля. Площадь квартиры 60 квадратов. Вот квартира 60 квадратов, стоимость тепла, отопления, значит, 4000 в январе этого года, 4042 рубля, ну 43 рубля. Если же возьмем, это по 2016 году. Если мы возьмем 5,1, по прошлому году стоимость квартиры 3572,57. Это только за счет того, что изменилась стоимость теплоэнергии. Жильцы одинаковых по площади квартир часто не могут понять, почему они платят за тепло по-разному. По словам специалистов, на конечный результат влияет много факторов. Основные – это год постройки дома и материал, из которого сделаны стены. Если зданию более 30 лет, если в нем есть трещины, рассохшиеся швы, оно будет пропускать тепло, а значит, для поддержания комфортной температуры потребуется больше объем энергии. Например, собственники 60 квадратных метров в девятом микрорайоне заплатят больше, чем жильцы аналогичной квартиры в новостройке. В одном доме, например, пластиковые окна установлены. Естественно, он будет потреблять меньше. В другом – не установлены. Пластиковые окна, опять же, устанавливаются на тех домах, где есть арендные средства. Потому что не предусмотрена установка пластиковых окна по правилам содержания жилья. Однако бывает ситуация, что абсолютно идентичные дома одинаковой серии и возраста дают разные показания по приборам учета. По мнению руководителя «Юганск Транстеплосервиса», многое зависит от управляющей компании. В одном доме система регулирования работает, а в другой не работает. Вот и все. У кого-то было холоднее, у кого-то было теплее в квартире. Даже разница на один градус, она дает довольно-таки приличную величину именно в температуре помещений. Именно в потреблении эта величина значительно различается, скажем так. Если разница в сумме существенная, жители это должно насторожить. Прибор учета, как всякий механизм, иногда может давать сбой. Насторожить может. И можно провести дополнительное обследование. Но если в принципе все в порядке, то это только связано с тем, что дом сам потребляет для комфортного проживания столько-то тепла. Для комфортного проживания. Если людям некомфортно, если температура меньше 21-22 градусов в квартире, это некомфортное проживание. Значит, нужно увеличивать подачу тепла. Это там регулируется в системе отопления. Если в доме некомфортно из-за высокой температуры, идет какой-то перегрев получается, значит, нужно уменьшать. И если люди жалуются, обращаются в диспетчерскую службу, жалуются, то, конечно же, мы эту работу выполняем. Теплосети подсчитали. С тех пор, как внедрена новая схема расчета по фактическим показаниям приборов, а не отвлеченным нормативам, город стал потреблять меньше. А экономисты РКЦ сделали вывод. Новая система больше всего выгодна именно жильцам. Я произвела специальный расчет самостоятельно на примере пяти квартир. И вот, допустим, до 2015 года мы производили оплату равными частями согласно утвержденного норматива. Сейчас, с сентября 2014 года мы производим по фактическим показаниям приборов, общедомового прибора учета. И когда я сравнила, вот экономия составила от двух до четырех тысяч, в зависимости от дома, от типа застройки, от утепленности. Любой собственник при желании может ознакомиться с показаниями приборов учета в управляющей компании. А если жильцы создадут совет своего многоквартирника, то смогут самостоятельно участвовать в снятии этих данных или написать заявление на обследование дома, если есть подозрение, что счетчик врет. Сама управляющая компания никакого отношения к нашим платежам за тепло не имеет. Все данные приборов учета, как и собранные за теплоэнергию деньги, направляются поставщику ресурса. Инна Новикова, Дмитрий Шестопалов, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Энергосберегающие лампы экономят около 70% электроэнергии, а значит и наши деньги. За несколько лет энергосберегающие источники света прочно вошли в наш быт. Однако не стоит забывать про их серьезный недостаток. Такая лампа, если ее разбить, выделяет опасные для здоровья ртутные пары. Многие знают, что энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Но что делать с таким мусором? Большинство опрошенных нами нефтьюганцев ответить на этот вопрос затруднились. Разбирался в ситуации Никита Чебыкин. Из-за довольно впечатляющих характеристик энергосберегающие лампы за довольно короткий срок заменили морально устаревшие с нитью накаливания. Их используют везде. При освещении жилья, промышленных цехов и улиц. Отчасти на скорость этого процесса повлиял курс нашего государства на экономию. Многим нравится то, что у них потребление меньше и срок службы больше. Поэтому они покупают их. Цена у них сейчас не очень высокая, как раньше. Поэтому стараются люди все-таки брать именно энергосберегающие лампы. Ну как долго бы не служила алюминисцентная лампочка, рано или поздно настает день, когда она отсветит свое. Здесь-то у потребителя и возникают проблемы. Дело в том, что энергосберегающие лампы содержат в себе пары ртути. Поэтому их нельзя разбивать или выбрасывать с обычным мусором. Продавцы в магазинах об этом предупреждают. Получается ситуация, при которой люди знают, что от нерабочей лампы необходимо избавиться, но как это сделать, не имеют понятия. Не знаем, как утилизировать. Мы никуда их пока не девали. Просто коллекционируете? Да, да. Ну пока у меня дома лежат. То есть не знаете, куда их относить? Нет. Ну пока еще не выходили. Вообще-то не знаю, куда их сдавать. Пока еще не выходили из строя, без понятия. Ответ на самом деле прост. С недавнего времени утилизацией ртуть содержащих ламп обязали заниматься управляющие компании. На сайте администрации выложен перечень, датированный октябрем 2015 года. В списке 8 наиболее крупных организаций. Собственнику или нанимателю жилья достаточно обратиться в свою, где опасные изделия погрузят в специальный контейнер. То есть мы принимаем на бесплатной основе все отходы от населения. Кто знает, кто желает, тот приходит, сдает нам. Мы это фиксируем. У нас журнал специальный есть. Мы записываем и потом передаем специализированному организации для утилизации и захоронения. А рынок тем временем не стоит на месте. На сегодняшний момент становятся популярными светодиодные лампы, которые по многим характеристикам опережают люминесцентные. При этом не содержат в себе вредных веществ. Хотя цена на них заметно выше. Никита Чебыкин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Реконструкцию родильного дома обещают завершить в мае. На заседании комиссии по социальным вопросам депутаты сегодня потребовали от представителей администрации определиться со сроками окончания строительства. Об этом и в других темах в сюжете нашего корреспондента. Напомним, тюменская организация «Иммонит» выиграла открытый аукцион. С ней и заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ в родильном доме. На сумму более 59 миллионов рублей закупили медицинское оборудование. При строительстве были выявлены неучтенные работы, на которые понадобились дополнительные средства. Есть некоторые опасения. Принимая во внимание сложную финансовую ситуацию этого предприятия генподрядного, то есть оно в принципе, если касаться более подробно, к сожалению, не его уровня стройка. Но, тем не менее, закон о торгах никто не отменял. Строительство ведется. В 2014 году велась работа по изысканию финансирования. Эти деньги были получены только в апреле 2015 года. На помощь пришли нефтяники и правительство округа. По словам специалистов Департамента градостроительства, регулярно проводятся совещания с участием службы заказчика, представителями администрации города и гендиректора фирмы «Имонит». На сегодняшний день готовы третий и четвертый этаж. В течение трех недель он обещает полностью закрыть недостающими материалами оборудование объекта и в конце марта закончить строительно-монтажные работы. По нашему видению, мы будем осуществлять работу с жилищно-строительным надзором ориентировочно апрель-май месяц. Вот этот период будет вести с работой по сдаче уже в службе жилищно-строительного надзора. Помимо роддома обсуждали и другие важные темы. К примеру, лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Установлены случаи, когда льготникам приходилось приобретать медикаменты за свой счет. Но с этой проблемой стараются бороться. Такие пациенты, как инвалиды, страдающие с сахарным диабетом, они могут и, как правило, все отказываются от федеральной льготы, монетизируют ее и получают за счет регионального льгота весь пакет необходимых лекарственных препаратов. Такие граждане особенно нуждаются в определенной лекарственной поддержке. Стоимость средств, затраченных на одного человека за 9 месяцев, составила почти 6 тысяч рублей. Юлия Шус, Алексей Фоминцев, телеардиокомпания «Юганск». Общественный совет по защите прав пациентов при Нефтьюганской окружной клинической больнице состоялся накануне в Большом зале городской администрации. По поручению Натали Комаровой, инициативные группы должны были рассмотреть дорожные карты местного здравоохранения. О своих наблюдениях, выводах общественники сообщили на заседании. Чтобы провести контроль дорожных карт за 2015 год, общественники разделились на четыре инициативные группы. Исследовали доступность медицинской помощи в городских поликлиниках, в том числе детской, станции скорой помощи, стоматологии и женской консультации. В последней отметили обновление материально-технической базы, новое программное обеспечение и оборудование. Также поступило предложение оснастить медучреждение пандусами. Также предлагаем упорядочить проведение совещаний и планерок с утреннего времени приема пациентов на иное, не связанное с выполнением профессиональных обязанностей. А также в результате беседы с посетителями женской консультации стало известно, что участились в случае утраты амбулаторных карт. Не всегда есть возможность оперативно установить местонахождение нужной карты. Ввиду нехватки кабинета в храм Святого Луки из помещения дневного стационара, члены инициативной группы предложили перенести и организовать для него отдельное помещение. Общественников волнует вопрос размещения на территории больницы лиц в алкогольном опьянении, которые не нуждаются в медицинской помощи, а также проблемы общения пациентов и специалистов. Учитывая то, что город большой, а больница одна, дайте нам небольшую преференцию, небольшую скидку на это все. Поверьте, что все моменты мы постараемся учитывать. И в нашей работе, конечно, определенное направление деятельности осуществить по улучшению доступности и качества медицинской помощи населению нашего города. Общим голосованием принято решение о том, что дорожная карта за прошлый год выполнена в полном объеме, но требует небольших доработок. Свои пожелания по этому поводу Общественный совет сформирует в письмо и направит его Наталье Комаровой. Их подвигом гордится вся страна. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванович Попов отметил свое 90-летие. Сегодня навестить юбиляра пришли товарищи, социальные работники и глава города. Николай Цибулько передал поздравления ветерану от себя лично и от президента страны Владимира Путина. Стрелок-автоматчик, разведчик-кавалерист. Алексей Иванович был призван на фронт в 1944 году, будучи 17-летним юношей. Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. На груди ветерана Великой Отечественной с десяток наград, а по-настоящему дорогая одна. Основная память Жукова, он как у нас руководитель был, и слава о нем, и память нам осталась его. Семь лет отдал армии, даже до ефрейтора не дошел, в шутях вспоминает ветеран. После Дня Победы, которую Алексей Иванович встретил в Литве, продолжил нести службу в караульных кавалерийских войсках. В это же время успешно выступал на конных скачках в Москве и Ленинграде. Сейчас юбиляр Попов с радостью встречает гостей, причем стоя, как положено бывшему солдату. Самые добрые слова, здоровья вам и долгих лет жизни. Спасибо за весь ваш жизненный путь. С годами будни ветерана, конечно, изменились. Он бы с радостью ходил на рыбалку, да и поохотиться не прочь. Только вот возраст дает о себе знать. Любимым занятием стало чтение книг и добрые встречи с товарищами и семьей. Кристина Кочерова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Мы продолжаем циклы репортажей о настоящих мужчинах. Сегодня речь пойдет о профессии нефтяника, которая является главной для нашего города и края. Работа в суровых погодных условиях, высокая степень ответственности и тяжелый физический труд придают этой специальности мужской характер. За одним словом, нефтяник кроется целый комплекс профессий. Так называют всех работников нефтяных промыслов. От бурильщиков до руководителей. Рамиль Галиев занимает должность начальника резервуарного парка, цеха подготовки и перекачки нефти. На объект пришел в 2006 году в качестве оператора товарного. В течение этого достаточно длительного периода я развивался. То есть я, допустим, я получал разряды, повышал свой опыт какой-то. Я шел по карьерной лестнице, планомерно добивался своих целей. В этом-то и есть весь интерес. Не сидеть на одном месте, а куда-то к чему-то стремиться и чего-то достигать. Мужчина признается, что не задавался вопросом выбора профессии. По его словам, жить в нефтяном крае значит быть нефтяником. После службы в рядах вооруженных сил он поступил в Омский нефтяной колледж на специальность переработка нефти и газа. Далее продолжил обучение в Московском университете. Сейчас Рамиль Тахватович – высококвалифицированный специалист. Быть нефтяником значит быть эрудированным ни в одной области знаний. Это производственный объект и производственная работа, то есть требующая и логического мышления, и знания физики, математики, и каких-то основ химии. Работа интересная, я бы сказал. Работа нефтяника помимо самоотдачи, навыков и знаний требует ответственности. От качества выполненной работы каждым зависит безопасность остальных. В подчинении Рамиля Галиева находится 30 человек. Каждый день они совместно занимаются обслуживанием и плановым ремонтом оборудования цеха переработки и перекачки нефти. Работаем мы с ним уже два года. До сих пор у нас конфликтов как таковых не было в работе, в отношениях. Объект он знает хорошо, если вопросы есть, он всегда все ответит. Профессия нефтяника признает только грамотных, целеустремленных и уверенных в себе людей. Проходя через многие трудности, нефтедобытчики получают бесценное богатство, профессиональный опыт и признание коллег. Юлия Британова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго. До встречи.